Слово Святаго Иоанна Затаустого на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа. Вижу таинство необычайное и чудное. Пастыри оглушают слух мой, произнося непустынную песню, воспевая небесный гимн. Ангелы поют, архангелы воспевают, херуфимы взывают, серафимы словословят. Все торжествуют, видя Бога на земле и человека на небесах. Высокого внизу, по его домостроительству и низкого вверху, по Божию человеколюбию. Сегодня Вифлеему подобился небу, вместо звезд приняв поющих ангелов и вместо солнца неизъяснимо вместив солнце правды. Не исследуй, как это. Где хочет Бог, там побеждается порядок природы. Он восхотел, возмог, снишел и спас. Все повинуются Богу. Сегодня рождается сущий, и сущий становится тем, чем он не был. Будучи Богом, он делается человеком, не переставая быть Богом. Не теряя божества, он стал человеком. И с другой стороны, не через постепенное приспияние из человека сделался Богом. Но, будучи словом, он стал плотью, так что естество его осталось неизменным по своему бесстрастию. Когда же он родился, то иудеи отвергали его необычайное рождение. Фарисеи ложно толковали божественные книги, и книжники говорили противное закону. Ирод искал родившегося не с тем, чтобы почтить его, но чтобы погубить его. Сегодня люди увидели все противоположности. Не утаилось, говорит псалмопевец, от детей их в следующий род. Псалом 77.4 Цари пришли и удивлялись небесному царю, как он пришел на землю, не имея при себе ни ангелов, ни архангелов, ни престолов, ни господств, ни сил, ни властей. Но прошедший необычайным и непроходным путем произошел из неприкосновенного чрева, не оставив, впрочем, ангелов своих без своего руководительства, и не потеряв собственного божества через вычеловечение у нас. Цари пришли поклониться небесному царю славы, а воины послужить военачальнику сил. Жены пришли к рожденному от жены, чтобы изменить скорбь жены в радость. Девы, к сыну девы, удивляясь, как творец молока из сосов, производящий из сосов текущие сами собой потоки, принял младенческую пищу от матери девы. Младенцы, к сделавшемуся младенцам, чтобы из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Отроки к отроку, сделавшему их мучениками по причине иродового неистовства. Мужи, к ставшему человеком и урочевавшему болезни рабов. Пастыри, к доброму пастырю, положившему свои души за овец. Священники, к сделавшемуся священникам по чину Милхиседекову. Рабы, принявшему образ раба, чтобы украсить наше рабство свободою. Рыбари, к сделавшему их из рыбарей ловцами людей. Мытари, к явившему из мытари евангелиста. Блудницы, к простершему ноги своих слезам блудницы. Кратко сказать, все грешники пришли видеть анкса Божия, берущего на себя грех мира. Волхвы, воздавая ему честь, пастыри, прославляя его. Мытари, благовествуя, блудницы, принося мира. Самарянка, жажда источника жизни. Хананьянка, имея несомненную веру. И там, когда все радуются, и я хочу радоваться. Хочу ликовать, хочу торжествовать. Но я ликую, не на цитре играя, не смычок приводя в движение. Не свирели имея в руках, не факел зажигая. Но вместо музыкальных орудий принимая пелены Христовы. Они для меня надежда. Они для меня жизнь. Они для меня спасение. Они для меня свирель. Они для меня цитра. Поэтому я и прихожу, взяв их, чтобы силою получить силу речи и сказать ангелами. Слава Вышнею Богу! А с пастырями и на земле мир человеческих благоволения. Лука 2.14 Рожденный неизъяснимо от Отца, сегодня непостижимо рождается от Девы ради меня. Но тогда Он по естеству родился от Отца прежде веков, как знает родивший. А сегодня Он сверхъестественно родился, как знает благодать Святого Духа. И горнее рождение Его истина, и дольнее рождение Его не ложно. Истинно родился Он, как Бог от Бога. Истинно родился Он же, как человек от Девы. Вверху Он один от одного единородный. Внизу Он же один от одной Девы единородный. Как горнем рождении Его нечестиво представлять мать, так и в дольнем рождении Его богохульно допускать Отца. Отец родил Его бессеменно, и Дева родила Его нетленно. Ни Бог не потерпел разделения, родив Его, потому что родил боголепно. Ни Дева, родив Его, не испытала растления, потому что родила от Духа. Поэтому ни горнее рождение Его не может быть изъяснено. Ни пришествие Его в последние времена не допускает исследования. Что сегодня родила Его Дева, это я знаю. И что Бог родил Его без времени этому верю. Но способ Его рождения я научился чествовать молчанием, а не научен исследовать словопрениями. По отношению к Богу не должен обращать внимание на свойства дел, но веровать в силу действующего. Ведь по закону природы бывает, когда жена, вступившая в замужество, рождает. А когда Дева, не испытавшая брак и родившая опять, оказывается Девою, это выше природы. Итак, пусть исследуется то, что бывает по природе, а то, что выше природы, пусть чествуется молчанием, не как достойное небрежение, но как неизъяснимое и достойное почтение молчанием. Придите же, будем праздновать. Придите, будем торжествовать. Род празднества необычайный, потому что необычайный способ рождения. Ныне древние узы разрешены, дьявол посрамлен, бесы обратились в бегство, смесь сокрушена, рай открыт, проклятие уничтожено, грех удален, заблуждение истреблено, истина возвратилась, и учение благочестия повсюду рассеялось и распространилось. Вышняя жизнь насаждена на земле. Ангелы входят в сообщение с людьми, и люди бестрепетно беседуют с ангелами. Почему? Потому что Бог пришел на землю, и человек на небо. Все соединилось. Пришел на землю всецело существующих на небесах, и всецело существующих на небе, всецело является не земле. Будучи Богом, он сделался человеком, не перестав быть Богом. Будучи бесстрастным словом, он стал плотью. Сделался плотью, чтобы обитать в нас. Богом он не сделался, но был, а стал плотью. Чтобы кого не вмещало небо, того приняли ясли. Для того он и положен был в яслях, чтобы питающий все принял младенческую пищу от матери девы. Для того отец будущих веков не чуждается объятий девы, как грудное дитя, чтобы сделаться доступным и для волхвов. Ныне и волхвы пришли, сделав начало удаления от мучителя, и небо хвалится, указывая звездою свою владыку. И Господь, восседая на легком облаке своего тела, стремится и в Египет, по-видимому, избегая козни Ирода, а на самом деле, исполняя сказанное Исаию. В тот день, говорит он, Израиль будет третьим с Египтом и Осирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Савов, говоря, благословен народ мы, египтяне, и дело рук мы, хасиряне, и наследие мое, Израиль. Исаия 19, 24-25 Что говоришь ты, иудеи? Ты первый стал третьим. Египтяне и Осиряне поставлены прежде, а первородный Израиль считается после. Да, и справедливо. Осиряне будут первыми, потому что они первые поклонились ему через волхвов. И египтяне за Осирянами, потому что и они приняли его, бежавшего от козни Ирода. Израильтяне же считаются последними, потому что уже после выхода из Иордана они признали его через апостолов. Он пришел в Египет и потряс сделанные руками истуканы египетские небеспричины, но потому, что некогда запечатлел жилище египетским истреблением первородных. Поэтому ныне он пришел как первородный, чтобы прекратить плач, вызванный древней скорбью, что Христос называется первородным. Об этом ныне свидетельствует евангелист Лука, когда говорит, «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в яслях, потому что не было им места в гостинице». Лука 2.7. Итак, он пришел в Египет, чтобы прекратить плач, вызванный древней скорбью, во дворе их радость вместо мучений, даровал свет спасения вместо ночи и тьмы. Вода реки сделалась тогда нечистую от убиения юных младенцев, потому пришел в Египет он, некогда обогревший воду, и сделал потоки реки, источающими спасения, очистив осквернение и нечистоту их силой духа. Озлобились некогда египтяне и в бешенстве отвергли Бога, поэтому он пришел в Египет и исполнил боголюбивые души познанием Бога. В реке же сообщил силу производить мучеников обильнее колосья. Хочу здесь присоокупить, каким образом он, будучи бесстрастным словом, стал плотью, причем естество его осталось неизменным. Я вижу плотника и ясли, младенцы и пелены, рождение девы, лишенные всего необходимого, все в бедности, все в нищете. Видишь, это богатство, это велико нищете, как он богатый и стал бедным ради нас, как он не имел ни ложи, ни постели, но был положен в голых яслях. О, бедность, служащая источником богатства, о безмерное богатство, имеющее вид бедности. Он лежит в яслях и потрясает вселенную, повивается пеленами и расторгает узы греха. Еще не произнес члена раздельного звука и научил волхвов и указал им путь к возвращению. Что я скажу или о чем буду беседовать? Вот младенец появляется пеленами и полагается в яслях. Предстоит Мария и дева и матерь. Предстоял Иосиф, называемый отцом его. Он называется мужем, а она называется его женою. Названия согласны законам, но не означают их сочетания. Разумеет, здесь только название не дело. Он был только женихом ее, а Дух Святой осенил ее. Поэтому Иосиф в недоумении не знал, что сказать о младенце. Приписать его при любодеянии он не дерзал. Произнести хульное слово о деве он не мог. И собственным сыном назвать его не решался. Он хорошо знал, что ему неизвестно, как или от чего он родился. Поэтому, когда он недоумевал о данном событии, с неба было принесено внушение голосом ангела. Не бойся принять Марию же мутою, ибо родившиеся в ней есть от Духа Святого. Матфея 1.20 Дух Святой осенил деву. Почему же он рождается от девы, сохраняя детство неповрежденным? Так как в древности дьявол обостил, обостил, обостил Еву, бывшую деву, то поэтому Гавриил благоествовал Марии и Деве. Но обольщенная Ева произнесла слово, послужившее причиной смерти, а получившее благовествование Мария родила слово во плоти, приобретшее нам вечную жизнь. Словом Евы указано древо, за которое Адам изгнал из рая, а слово родившееся от Девы явило крест, через который разбойник на место Адама введен в рай. Так как ни язычники, ни иудеи, ни эритики не верили, что Бог родил нетленно и бесстрастно, то поэтому ныне происшедший из страстного тела сохранил страстное тело бесстрастным, чтобы показать, что как родившийся Дева не нарушил девство, так и Бог безысления и изменения и святого естества его родил Бога боголетно как Бог. И так как люди, оставив его, изваяли человекообразных истуканов, которым и служили к оскорблению Создателя, то поэтому ныне Слово Божие, будучи Богом, явилось в образе человека, чтобы и ложь уничтожить, и богопочтение обратить незаметным образом на себя самого. Будем же высылать славу Христу, сделавшему неудобно-удобным с Отцом и Святым Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь. 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 Аминь.